добрый день сегодня мы поговорим о саморазвитии и о том как становиться увереннее чтобы ставить разные цели достигать их и стремиться к своей мечте думаю вы уже знаете что саморазвитие начинается самопознание нам может казаться что мы знаем о себе все но мы далеко не всегда с легкостью можем описать свой характер увлечения свои привычки и пристрастия но и что скажете вы а зачем это вообще нужно зачем копаться в себе разбираться в своем характере и интересах если мы и так живем растем меняемся и вроде бы все в порядке однако если подумать то не всегда все бывает в полном порядке достаточно вспомнить ситуации когда мы недовольны собой или отношениями с окружающими или тем что не достигли того чего хотели или тем что нас не оценили по заслугам все это можно изменить но для начала придется разобраться в себе и помочь в этом может вот такое упражнение разделите лист бумаги на 8 частей каждую часть подпишите интересы способности умения физические данные занятия роли черты характера и ценности теперь начните заполнять по очереди все части интересы это то что нам интересно и нравится делать путешествовать играть футбол смотреть кино кататься на велосипеде способности это наша предрасположенность к определенной деятельности кто-то отлично справляется с математикой а другой имеет хорошие способности к языкам кто-то прекрасно поет а другой замечательно танцует умение это то что мы хорошо научились делать рисовать печь пироги общаться с людьми фотографировать физические данные это внешность телосложение рост быстрота сила ловкость занятия это то чем мы преимущественно занимаемся ходим в школу проводим время с друзьями учим английский язык помогаем родителям подумайте из каких занятий состоит обычно ваш день роли у каждого человека бывает несколько ролей которые со временем меняются сегодня вы ученики дети и внуки в вашей семье друзья для ваших друзей а через какое-то время вы станете родителем обретете профессию черты характера это те важные свойства и особенности личности которые определяют наше поведение реакции и деятельность например люди могут быть эмоциональными или сдержанными жизнерадостными или не очень отзывчивыми или безразличными одни очень активные все время чем-то заняты любят общаться и быть в центре внимания другие не торопятся не терпят суеты избегают внимание окружающих одни могут быть вспыльчивыми и ругаться из-за каждого пустяка а другие уравновешенные и миролюбивые мы можем обойтись в жизни без многого но есть некоторые понятия вещи люди и занятия без которых нашу жизнь просто невозможно представить это и есть наши ценности вы наверное заметили что целенаправленное изучение себя немного напоминает собирание пазла мы словно создаем целостную картину из множества кусочков своей жизни иногда кажется что некоторые кусочки противоречат друг другу мы можем быть вежливыми с учителем но грубыми с одноклассниками увлеченными и активными во время игры футбол но совершенно равнодушными когда надо учить алгебру или всемирную историю это естественно наши интересы способности роли и черты характера в разных ситуациях могут раскрываться по-разному при этом они взаимосвязаны и составляют нашу многогранную и уникальную личность уметь посмотреть на себя с разных сторон очень важно дело в том что мы не просто узнаем что-то о себе мы всегда к этому как-то относимся те или иные наши качества нам могут нравиться или не нравится мы можем быть довольны собой или нет да да речь идет о нашей самооценке люди дают оценку своим способностям внешнему виду интересам поступкам и характеру из множества этих оценок складывается общая самооценка человека самооценка может быть завышенной низкой или адекватной люди с адекватной самооценкой хорошо знают свои возможности и качества свои сильные стороны и те которые требуют улучшения это помогает им хорошо относиться к себе принимать себя адекватно оценивать свои поступки такие люди уверены в себе знают что смогут справиться с трудностями и поэтому не боятся перемен и новых дел они также не боятся признать что были неправы и что им нужно менять свое поведение на формирование представления о себе нашего образа я и самооценки оказывают влияние разные люди родители друзья знакомые учителя оценить себя помогает и происходящее с нами события наши успехи и достижения ошибки и неудачи представление о себе начинает складываться у человека в раннем возрасте при общении с родителями и другими близкими взрослыми их забота любовь ласковое обращение похвала и помощь позволяют ребенку чувствовать себя комфортно и уверенно подрастая играя и общаясь со сверстниками дети начинают осознавать какие занятия им нравится а какие нет что и кто доставляет им радость а что огорчает что они умеют и знают а что нет реакции окружающих их слова одобрительные или критические взгляды жесты уместные или обидные шутки все это влияет на человека и на его самооценку если окружающие видят нас достоинства хвалят и поддерживают это положительно сказывается на нашем самоощущении их терпеливость когда мы совершаем ошибку помогает нам принимать себя и не бояться промахов а поддержка друзей и подруг которые понимают с полуслова помогает чувствовать себя нужными и любимыми но и наоборот если окружающие ругают больше чем хвалят очень трудно чувствовать себя хорошо резкие или грубые слова могут надолго отложиться в памяти и стать частью того что мы сами думаем о себе конечно это неправильно так быть не должно и поэтому всем стоит следить за своей речью обращаться к другим дружелюбно и позитивно важно не впадать в зависимость от чужого мнения считать себя ни на что не способными и плохо относиться к себе если мы не получаем похвалы и одобрения со стороны окружающих когда для нас определяющим становятся оценки других то для собственных оценок место почти не остается знания о себе помогают нам сохранять устойчивую и адекватную самооценку не реагировать негативно на мнение окружающих не переживать из-за их оценок и не зависеть от них при этом стоит обратить внимание в их высказываниях на полезную для себя и своего дальнейшего самосовершенствования информацию тем более важно прислушиваться к мнению близких порой мы можем не замечать какие-то вещи в себе и взгляд со стороны тех кто хорошо нас знает может здорово нам помочь а теперь давайте вспомним несколько несложных способов повысить уверенность себе постарайтесь общаться с теми кто помогает чувствовать себя хорошо с кем можно быть самим собой и не нужно притворяться старайтесь избегать тех кто заставляет чувствовать себя неуверенно в негативном эмоциональном состоянии легко увязнуть каждый раз когда кажется что все идет не так постарайтесь остановиться и вспомнить что-то хорошее мамину улыбку или улыбку близкого вам человека искреннюю радость от встречи с друзьями свои успехи в спорте или учебе такие воспоминания придадут уверенности в себе помните что идеальных людей не существует а стремление достичь совершенства во всем мешает наслаждаться тем что уже есть всегда найдутся те кто достиг больших результатов чем мы в этом случае стоит брать с них пример а не злиться и ругать себя а еще лучше сравнивать себя сегодняшнего с собой вчерашним и отслеживать как мы развиваемся фиксируя достижения в дневнике в конце каждого дня выделяйте 10-15 минут чтобы записать свои большие и маленькие победы и успехи может быть вы прочли книгу или узнали что-то новое помогли другу с уроками или маме и родным по дому всегда можно найти повод для похвалы это поможет мыслить позитивно уверенность в себе своих силах и возможностях создает фундамент для роста и саморазвития а умение объективно видеть и оценивать свои качества и способности помогают ставить реальные цели конечно дать какие-то универсальные советы по устранению недостатков и саморазвитию невозможно потому что каждый человек индивидуален но можно обозначить несколько шагов которые помогают развиваться и достигать желаемых результатов вы наверняка уже знаете что чем точнее мы формулируем то к чему стремимся тем быстрее и легче мы этого достигаем это неудивительно когда точно знаешь куда идешь заблудиться в пути сложнее очень важно не просто ставить цель но и искать ресурсы развивать способности которые помогают в достижении этой цели идти к цели легче когда есть на что или на кого опереться большую и долгосрочную цель лучше разделить на этапы это поможет не опускать руки и не сомневаться в том что вы справитесь давайте сделаем упражнение которое помогает в достижении целей подумайте о том что вы хотели бы в себе изменить может научиться чему-то новому или выработать себе какое-то качество теперь возьмите лист бумаги и нарисуйте на нем свою руку можно просто обвести ладонь вот так в центре нарисованы ладони запишите свою цель теперь в каждом пальце напишите что вам необходимо сделать для ее достижения это и есть те самые этапы ступеньки которые вам нужно будет преодолеть а теперь в каждом пальце напишите что или кто может вам помочь на этом этапе это и есть ваши ресурсы сегодня вы узнали о том как у человека возникает представление о себе и как оно меняется мы обсудили почему важно разбираться в себе и как это помогает нам развиваться строить жизненные планы и стремиться к лучшему удачи а я прощаюсь с вами